Всем привет! На канале Юлия Суккулендочная и сегодня у нас продолжение предыдущего видео. В данном видео мы рассмотрим обработку новых растений из посылки, грунт для посадки, а также непосредственно посадку новых растений с корнями и без, и как проходит адаптация новых растений из посылки. Итак, новые растения я буду обрабатывать инсектицидом моспилан, который показал себя неплохо в борьбе с мужчинским червецом, и несмотря на отсутствие заражения видимого, все равно стоит обезопасить растения. Также для обработки я буду использовать эпин и оранжевое удобрение для кактус и суккулентов фуджима. Обычно я использую оранжевое, но ладно, и такое сойдет. На 2 литра я использую 1 бутылек удобрения, 1 мл эпина и 1 мл моспилана. Все смешать, но не взбалтывать. Далее мы закладываем все растения в эту емкость, погружаем их полностью. А растения, на которых были корни и на которых были остатки грунта, я предварительно промыла под проточной водой. Также под обработку попали мои череночки, так скажем, с моих полей. Что ж, их пора сажать, но почему бы их не обработать от греха подальше, скажем так. Ждем, когда влага с растений стечет, и отправляем их сушиться в светлое теплое место с комнатной температурой. Я разместила свои растения на стеллажах, на которых они будут располагаться, с меньшей мощностью освещения, скажем так, треть от планируемой. Растения лучше разместить вертикально, и чтобы не было вот подобного искривления, как у этого черенка, которого я изначально неправильно разместила, и поэтому стебель искривился. Стоит их разместить все-таки вертикально, скажем так, может быть, в стаканчике или на какие-то подставки. Грунт я буду использовать частично уже готовый, но тут его совсем немножко, у меня осталось от предыдущих посадок, что-то непонятное. Так, я буду использовать жирнозем, 2 литра. Так, сюда добавляем диатомид. Чуть меньше литра, но уж сколько осталось у меня в пакетике. Новый пакет я решила не открывать. Я использую вот такой вот диатомид, это наполнитель. Перлит, 2 литра. Перлит я считаю одним из лучших компонентов для грунта, для кактусов и суккулентов, потому что рыхлость грунта он обеспечивает прекрасную. Циолита у меня нет, но вместо него я буду использовать аквариумный грунт, вулканическую лаву мелкой фракции. Это прекрасный компонент, рыхлый, скажем так, обеспечивает доступ к корням воздуха, но из минусов не промытый, он очень сильно пылит. Даже видно, какая пылища поднялась и как среагировал на него мой котик. Он не выдержал и просто взял и, собственно говоря, убежал, дабы это не нюхать. Также я добавлю уголь. Этот уголь я покупала в аквариумных нуждах. Кстати, оказался он идеальной фракции для растений, мелкая достаточно. Чуть меньше литра, ну скажем так, 600-700 миллилитров у меня получилось, я добавила это в грунт. Я не использую жидкие удобрения, поэтому добавляю в грунт удобрение пролонгерного действия осмокот. Сейчас я буду добавлять осмокот с повышенным содержанием калия, потому что обилие азота нам не нужно, ведь впереди зима. Осмокот с азотом с повышенным содержанием я добавляла обычно весной при весенней пересадке. Итак, все это мы перемешиваем тщательно, как можно тщательнее, чтобы не было каких-то там слипшихся комков грунта, вот этой земли. И перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем до однородной, ну как однородной, до равномерного перемешивания абсолютно всех компонентов. Получился вот такой чудесный рыхлый грунт, который прекрасно будет пропускать воду, при этом он будет быстро просыхать и корешкам всех суккулентов в нем будет прекрасно. Ну а пока я ищу горшочки, обратите внимание на моего вечного пушистого помощника, скажем так, Юлечкин лаборант Петечка. Так-так, полюбовались и хватит. Нам пора за работу. Петенька, прости, но пора тебе уходить. Часть растений я посажу в керамику, а в качестве дренажа я буду использовать пеностекло достаточно крупной фракции. У этих горшочков небольшие отверстия, поэтому я буду использовать также в качестве дренажа кусочки разбитые предварительно случайно, совершенно случайно горшка. Я уже неоднократно видела, что вот это отверстие, оно просто зарастает тонкими корнями эхиверии и не дает выходить слишком влаги. Поэтому вот так вот положив шматочек горшка, я надеюсь, скажем так, немножко предотвратить эту ситуацию. Высыпаем сверху дренаж. Вот эхиверию с корнями мы как будем сажать? Вот так вот. Просто насыпаем предварительно небольшой слой грунта, совсем тоненький. Далее располагаем растения на нужном уровне и досыпаем по периметру грунт. Ничего трамбовать не нужно, потому что грунт получился достаточно рыхлый и сыпучий, и при потряхивании горшка все эти пустоты, ненужные нам, сами благополучно уйдут. Вот так вот происходит посадка эхиверии с корнями. Все готово. Далее выбираем горшочек для вот этой эхиверии без корней, скажем так, но есть легкие корешки. В принципе, такой вот размер горшка подойдет, он соответствует размерам розетки. Также кладу дренаж на дно. Далее насыпаем грунт, разравниваем, добавляем при необходимости, еще раз разравниваем, и осталось посадить. Как это делается? Оп, и все. Немного потрясем, чтобы распределить грунт вокруг мелких начинающихся горшков. И все готово. Здесь у нас опять иониум с корнями, поэтому также кладем на дно горшка дренаж. Устанавливаем растение на нужном нам уровне, распределяя немножечко корни, чтобы они были не комком. Досыпаем грунт по периметру. Разравниваем, скажем так, грунт, потряхивая горшочек. Пальцами ничего приминать не нужно, абсолютно ничего. Потрясли пару раз, и все. Также опять досыпаем по мере необходимости. Вот и все. Это эхиверия у нас без корней. В принципе, можно подождать, когда корни сами появятся. Но я, пожалуй, сразу ее посажу, просто полив начну после образования корней. Горшок подбираем с размерной розетки. Конечно, эта эхиверия вырастет крупнее в дальнейшем, но пока что не стоит сразу психовать с размером горшка. Просто подберем по размеру розетки. Плюс-минус, скажем так, диаметр розетки. Опять же, дренаж, грунт. И вот такую вот эхиверию без корней просто кладем сверху, немножечко ее вдавим, буквально чуть-чуть, и останется дождаться корней. Этих малюток мы тоже посадим, но нужно выбрать горшочки. Есть у меня вот такие вот горшочки. Кстати, покупала их я без отверстий, но я просверлила отверстия обычным сверлом. Просто влажный горшок, замоченный на пару часов, просверлила под тоненькой струйкой, обычным шуруповертом с обычным сверлом, и получились отверстия. В целом, горшок подходит, но, пожалуй, я выберу что-то другое, потому что стебелек длинный, и поэтому я выберу горшок такого же диаметра, но повыше. Тут все повторяем. Опять дренаж, снова насыпаем грунт, и так как корней, как таковых, нет, мы просто погружаем стебель эхиверии в грунт. Немножко растрясем, чтобы разровнять грунт. Досыпем по необходимости. Все готово. Для этой малютки керамики у меня не нашлось, но есть вот такие вот горшочки, которые я заказывала на Симуленде. Это горшочки со съемным, скажем так, дном, то есть есть вот такой вот вкладыш, который, кстати говоря, очень хорошо спускает лишнюю воду. Но я все равно добавила дренаж, и снова насыпаем грунт, и просто втыкаем черночек в грунт. Для этих малюток у меня тоже не нашлось горшочков керамических, поэтому пока что они будут в стаканчиках. Так, пришла пора сажать мои, скажем так, мой урожай. Здесь есть микрокорешок, прям микрокорешок. Поэтому аккуратненько погружаем этот срез в грунт, и все, ждем, когда укоренится. Этих малявок, кстати, очень красивая эхиверия, буду сажать ее в горшки квадратные, вот эти тоже технические. Есть небольшие корни, но все равно сажаем вот так, оп, и все, поставили. Корни дальше сами пойдут в грунт. И продолжаем, смотрим, оп, все, воткнули, готово. Именно поэтому мне очень нравится сажать эхиверии в формате, скажем так, черенков, а не укорененных растений. Или когда совсем маленькие корни только появились у срезов. Эти эхиверии я тоже посажу в стаканчики, потому что они еще маленькие, и пусть они еще растут пока что в стаканчиках. По мере роста пересажу. После посадки размещаем растения уже в освещенном месте, с лампами, без ламп, или где вы там их будете содержать. Но я буду их держать в отдельной карантинной зоне на стеллаже. Итак, первый день, когда они сохли, они стояли под одной из трех ламп. На второй день я включила две из трех ламп. И после посадки, так как нет уже никаких ожогов, я включу третью лампу. Все-таки сорта достаточно требовательные по свету, так что да будет свет. Так, три лампы по 18 фат. Думаю, им тут будет очень хорошо. К тому же уже заметно, что одна из эхиверий начала окрашиваться. Вот и все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok